Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Каждый из нас прекрасно знает, как выглядит обычный козёл. Нет, я не про голых обезьян с отсутствием моральных принципов, а про обыкновенных козлов, которых, кстати, дискриминируют подобные сравнения. Так вот, оказывается, существуют козлы, которые не умещаются в рамки устоявшихся стереотипов. Именно о них мы сегодня и поговорим. Встречайте горных козлов род жвачных парнокопытных, млекопитающих из подсемейства козлиных семейства полорогих. Некоторые виды этого рода называют козерогами, два вида обитающих на Кавказе – турами. Кстати говоря, домашняя коза – это одомашненный представитель этого рода, который в настоящее время выделяется в самостоятельный биологический вид. Доказано, что она одомашнена более 8,5 тысяч лет назад. Как понятно из названия, горные козлы живут в горных районах. Это ловкие и выносливые животинки, способные взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности. Они прекрасно приспособлены к жизни в горах и с исключительной быстротой и ловкостью передвигаются по самым неприступным крутым отвесам. Водятся в горах Европы, Северной Африки, Средней и Южной Азии. Всего выделяют 8 видов горных козлов с подразделением обыкновенно на три группы, различающихся преимущественно строением рогов. Первая группа – козероги. Сюда относится Ибикс. Живет на недоступных горных вершинах. Прежде водился везде в Тирольских и Швейцарских Альпах. Нубийский горный козёл, Пиренейский козёл, встречающийся на Пиренеях и многих других возвышенностях Испании. Сибирский горный козёл, хорошо известен и обычен в горах Южной Сибири, Средней и Центральной Азии. Эфиопский козёл, или Амбиссинский козёл. Вторая группа – просто козлы. Сюда относятся винтороги козёл, водится в западной части Гималайских гор. Безуаровый козёл, он же бородатый козёл, занесён в Международную Красную книгу, водится в горах Кавказа. И домашняя коза представляет много пород, значительно различающихся между собой. Третья группа – туры, характеризующиеся рогами, изогнутыми в виде широкой спирали и сильно округлёнными в поперечном сечении. Всё вышеперечисленное, конечно, хорошо и полезно для наших с вами знаний. Но что делать с вопросом о том, как же эти рогатые животины умудряются покорять такие высоты? Как горные козлы взбираются на такую высоту, причём под таким отвесным скалом, да ещё и без страховки? В поисках корма они штурмуют самые высокие уступы, перепрыгивают обрывы шириной несколько метров, умудряются стоять чуть ли не на вертикальных поверхностях, причём одинаково хорошо балансируют и при неспешной ходьбе и на бегу. Что вообще происходит в этот момент с нашими знаниями о физике? Великие умы долго думали и придумали. Наблюдавшая за горными козлами группа учёных пришла к выводу, что всё дело в копытах. Они очень прочные и в то же время мягкие, плюс ко всему раздвоенные и с мягкой подушечкой у основания. Именно такое строение копыта позволяет буквально приклеиваться к камням. Кроме того, горные козлы очень мускулистые и сильные. Эта особенность помогает им замечательно скакать по скалам и удерживаться на них. Ведь если камни под копытами козла неустойчивые, он мгновенно отталкивается от них и совершает следующий прыжок. И так несколько раз, пока не найдёт устойчивый уступ. И все эти олимпийские рекорды только ради одного. Конечно же ради еды, которой и так довольно мало в горах. Питаются горные козлы разнообразными растениями. Отдают, понятное дело, предпочтение травам, но при случае могут поедать ветви деревьев и кустарников, мхи или шайники. Вообще горные козлы крайне неприхотливы и могут поедать даже ядовитые растения и сухую траву. Кстати, они часто испытывают острую потребность в соли. Горные козлы, как и почти все копытные и не только, ведут стадный образ жизни. Летом самцы и самки держатся отдельно группами по 3-5 особей, а к зиме стада укропняются до 20-30 особей. Хотят любви горные козлы один раз в год. Гон происходит в ноябре-декабре. В этот период самцы присоединяются группам самок с молодняком. Молодых неполовозрелых самцов они отгоняют, а старые вступают в поединки между собой. Мрачные бои, кстати, происходят по строгим правилам и редко заканчиваются увечьями. Горные козлы никогда не бодаются лбами, как бараны, не бьют соперника в незащищенные части тела и не преследуют убегающего на большое расстояние. Так что обидное у голых обезьян слово «козел» вряд ли имеет отношение к настоящим козлам. Победитель собирает вокруг себя гарем из 5-10 самочек. Беременность у разных видов длится от 150 до 180 суток, поэтому самки всегда приносят потомство весной в самую благоприятную погоду. Обычно козлиха рожает одного-двух козлят, которые могут держаться на ножках уже через пару часов после рождения. Однако маленькие козлята очень уязвимы, поэтому первую неделю отлеживаются в укровном месте. Полностью самостоятельными козлята становятся примерно в год, а половой зрелости козочки достигают в 2 года, а мужчинки в 3-4. Живут горные козлики в природе до 10 лет, а в неволе до 15. Понятное дело, естественных врагов у наших скалолазов хоть отбавляй. Копытными любителями гор любят завтракать и ужинать. Снежные барсы, волки, рыси и беркуты — в общем, все альфа-хищники, у которых получится достать с самой верхней полки самый вкусненький кусочек. Некоторые виды горных козлов, например, перенейский козёл, находятся на грани вымирания из-за сокращения естественных местообитаний под натиском человека. А как Вы думаете, почему людишки часто используют названия животных как оскорбительные? Например, петух, попугай, шакал, корова, гиена, слон, верблюд, свинья, курица, коза, овца, баран, козёл, и даже собака или пёс, и даже щенок? Напишите по этому поводу своё мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.